Всем привет ребята! Меня зовут Джон Доу, я с радостью готов вам сказать, что наконец-таки Metal Gear Solid 3 возвращается на канал. И в общем ребят, на полном серьезе вам говорю, я надеюсь на вашу активность, ставьте большие пальцы вверх, поддерживайте это прохождение, потому что очень много сил потребовалось для того, чтобы его вернуть на канал, во-первых, во-вторых, очень много сил ушло на то, чтобы все здесь перевести полностью, весь перевод сделать Metal Gear, это заняло у меня очень большое количество времени, потому что текст очень сложный, плюс еще озвучка заняла очень много времени, плюс условия прохождения непростые. Так что, ребят, я надеюсь, что вы будете всегда активными, всегда поддерживать это прохождение, потому что все это делается на чистом энтузиазме. Я надеюсь, мы друг друга поняли, и теперь, собственно, пора объяснить условия прохождения. Играем на харде, как вы помните, кто может быть уже не помнит, если что, пересмотрите предыдущие серии. Без палива проходим, стараемся как можно, то есть не попадаться. Ну и в общем все. Должен сказать, что все-таки пара косяков при эмуляции осталась, то есть, например, я не могу использовать очки ночного видения, потому что там вообще жопу жесть даже показывать не буду, что происходит на экране. А вторых, тут иногда редко-редко проседает FPS, и иногда проблемы с освещением, но это встречается очень редко. В основном, самое главное, что мне удалось добиться за все это время, это стабильных 60 кадров в секунду на этом эмуляторе. Это последний эмулятор 20 июня, или июля он был, а, 20 июня он был выпущен. Последняя версия, последняя версия графических там этих всяких приблуд. Короче, в общем, я старался очень долго, пытался найти выход, все-таки я его нашел. С горем пополам, но добился того, чего хотел. Но, опять же, не могу использовать очки ночного видения, не могу использовать термальные очки. И, опять же, проблема небольшая с управлением, потому что игра рассчитана на геймпад от PlayStation 2. То есть, здесь идет именно упор на силу нажатия кнопки, поэтому в некоторых моментах мне будет слишком тяжело управлять персонажем, и там вполне какие-то определенные действия, но я думаю, я все равно с этим справлюсь. Будет дополнительный челлендж. Серия будет, это не очень длинная, планирую, 35-39, это минут приблизительно, там около 40, потому что чем короче серия, тем больше они будут выходить. Ну, соответственно, чем вы еще активнее будете, тем они будут чаще выходить. Теперь продолжаем. Прямо сейчас мы, только что у нас была дуэль с молодым револьвером Оцелотом, и прямо сейчас мы попали в пещеру, где нас ждет следующий босс, это The Pain, или Боль. Давайте встретимся с ним, наконец-таки. Так, давайте, наверное, я затушу огонь, это все я осветлю, потому что тут уже мы подходим. Нет, давайте я все-таки включу пока что этот наш фонарик, провизированный. Сейчас сейчас будет битва с боссом, поэтому надо быть готовым. По-моему, все прочее, он, кстати, да, значит, что нужно сделать, так как я никого... А, сейчас еще... Самая главная вещь, ребят, никого не убиваем вообще. Мы миротворцы, мы творим только мир, даже боссов не убиваем. Как раз-таки это еще, кстати, и поощряется в игре, то есть остаются их костюмы. Теперь, значит, что мне нужно? У меня есть станящая граната, у меня есть М19, МК-22, у меня есть он без глушителя, мне глушитель не нужен, мне нужна вот эта граната. Я убираю факел, убираю нож, чтобы веса было меньше. Чем меньше вес, тем, во-первых, быстрее двигается персонаж, тем медленнее еще и убирается стамина. Чтобы восстановиться стамина, как вы все прекрасно помните, нужно сжарать, а жрачки у меня оказалось нет, потому что я жал в последний раз очень давно, и у меня вся жрачка протухла, есть такая тема, я об этом тоже говорил. Версия Subsistence, если что. Так, все, все у меня теперь есть, я готов к бою. А еще, знаете, что мне нужно? Мне нужна такая тема. Life Medicine, пускай будет, термальные очки я убираю, сигарета пускай будет. Мне еще нужна вот эта вот, Bug Juice, которая избавит нас от всякой мелкой какашки. Все, поехали, ребят. Наконец-таки попался. Мы, сыновья босс. Я Пейн. Я проведу тебя в мир мучений, что за пределами твоего воображения. Начнем. Так, ребята, поехали. Там тоже никаких приседаний фпс не было, это меня очень радует. Для начала мне нужна вот эта тема. Прыгаем. Самое главное, находиться больше часа времени под водой, то есть тем самым я не буду доставать пчелки. Так, теперь летят бомбы. Значит, нужно мне сейчас всплыть и срочно валить отсюда, давай. Так, кстати, я заблудился маленько. Пока что он не делает бомб сувей, кстати, вон лягушка наверху. О, вот это вот страшная вещь. Надо спрятаться. Да, что ж так, и попасть не могу. Так, что-то он затупил. Так, теперь, короче, надо знать, что едят на гранату у него кинуть, чтобы эти пчелки разлетелись. Нет, 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 нет. Черт. Так, поднимайся. Зараза, смотри, что творит. Резкий, как понос. Не получается. Нет, не то, не то, не то. Не то взял. Так, знаете, что надо сделать, ребят? Все-таки нужно мне взять автомат. То есть, именно, чтобы сбивать всю эту хрень. Еще раз повторяю, ребят, достаточно тяжело, потому что управление не идеальное в плане каком, потому что я играю на геймпаде от Xbox. И тут нет такой поддержки, опять же, я говорю, плавно нажатие кнопок. Поэтому иногда, вроде, хочется прицелиться, а он начинает стрелять. Ой. Возвращаюсь, конечно же. Так, гранаты, походу, дело у меня заканчивается плавно. Нет, 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 никуда не надо. Не успеваю. Ныряем. Как только он... Как только он... С него слетят пчелы, я думаю, я сразу запущу ему в голову. Отлично. Хорошо сработано. Но еще очень многое нужно здоровья ему снести. А патронов у меня на исходе. Там он есть, вот на том платформе. Там частенько выявляются патроны на все оружие. Так что все нормально. Думаю, мне хватит того, что у меня есть. МК-22, да. Небольшие фризы все-таки присутствуют, когда... Он, как сказать, направляет на меня пчел. Нет, 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 нет. Сараза. Себя слепил, молодец. Просто мастер кинуть гранаты. Тяжело. Так, то миган, то миган. Ну опять же, кьёп. Да уж. Я не думал, что будет настолько тяжело, ребята, с таким управлением. Нет, это не все, что я могу сделать. У меня еще были где-то гранаты. Стодовой по гранатам и убираем. А вот, нет, чав не нужен нам. Гранейт обычный. Не-не-не, нормально все. Сейчас он опять, я не успею. Так, давай. Да так патронов не хватит. Очень мало сношу. Это что тяжело убить со станичьего оружия босса. Ну, как бы. А то хоть плюхи за это дают. Это как холст дракона отрубить в Dark Souls, ребята. Какую-нибудь коломиту. Да-да-да, пей. Так, попал, скотина. Ныряй. Давайте, наверное, подплывем. Да, вот он уже появился. Так, ну половину, ребята, я бы вообще ему стамины снес. И что-то не появляется, знаете. На МК-22 патрона. Это меня немного печалит, конечно же. Но, по идее, они должны появиться, как только у меня закончатся они. По идее, я опять же повторяюсь. Да, я не могу точно все сказать. Я не помню. 8 выстрелов, в принципе. Нет, я в голову даже если стрелять, я не смогу ему столько снести за 8 выстрелов. Да, блин, вот видите, то есть я сейчас, в принципе, если бы на геймпадике играл, я бы отпустил сейчас. Приходится нажимать очень много кнопок, чтобы он не стрелял. Да, это не все лучшее, что я еще могу. Ты подожди. Как только ты откроешься, я тебя, скотина, какашками закидаю. Много здоровья снес, блин, думал, что... Вот, получилось. Блин, вместо того, чтобы, блин, сносить ему... Ты будешь? Да, будет, 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 будет. Хороший мальчик. Не попал, но не успел. Да как так? Похуй будет долгим. Там еще потом будет The End, босс. Там вообще, я помню с ним... Первый раз, когда я с ним столкнулся, я в снайперской дуэли участвовал... В снайперской дуэли участвовал... Часа 3, если не меньше. Такие боссы здесь крутые. Нет, не то есть... Нет, да какой, блин. Это херня и вот это. Промазал. Есть! Есть! Субтитры создавал DimaTorzok А вот этим вот пчелкам пофигу на воду, они сквозь воду могут тебя профигачить от душе Так, вот этот по-моему Закончились, ребята Пчелки-пули Так есть на МК-патроны Так, хорошо двигаемся Хоть меня еще не сожрать, а то что-то у меня с таймином быстро подходит к концу, потому что я очень много телодвижений делаю Да-да-да, русские рационы, они такие, я знаю, я пробовал Ну, когда жрать хочешь, вкусно пипец, как будто пища богов просто Не-е-е, Bullet Beast нафиг Давай Давай, убей своих пчелок У меня есть, ребята, лайфмед, так что не пофигу Он просто не хочет этого делать Скотина, а Я тебя ненавижу Вот В голову попал, молодец Да уж пока сам тебя не похвалишь, никто не похвалит Лайфмед мне нужен Вот это, наверное, да? Не-не-не-не Ой-ой-ой Это вообще печально Это я только что схавал три гранаты Или две, не помню Не-на, там была заставочка небольшая Как он это себе перевязывает Я не знаю, как он это делает под водой, но В общем, как-то оно и делает, так что Мы поверим на слово Да как так-то, ёб? Я ему дважды попал в голову Я на полном серьезе, почему я не попал? Стой Вот Вот Ужас просто не могу Вот и все 17 минут я сражаюсь с боссом Потому что управление ужасное, ребят Стараюсь как могу Изо всех сил Ну так я сильно Я очень сильно люблю эту игру Я стараюсь, ребят Опять бомба Давай томиган Есть Фух, сложно было Боль Боль Вот и все, ребята Мы с ним справились Это был только первый босс А там еще три Тоже такие веселые ребята все Так, теперь, короче, надо забрать его Камуфляж находится Он как раз таки вот на той платформе Чтобы до нее добраться Нужно как-то здесь пролезть Уже не помню По-моему, отсюда же можно, да? По-моему, да Пошли Вот он Хорнет страйп Вот как он выглядит Сейчас я покажу Где ты? Вот такой вот он Он мне мало что дает Кстати, да Мне сейчас надо будет вообще переодеться В другую униформу, ребят Не нужно надеть Чтоб по воде скрываться Вот так И лицо у нас будет Пускай будет зомби Сейчас будет тоже непростой момент Нужно достать будет СВД Там тоже надо будет тихонечко прокрасться Там очень много охраны И надо как-то сделать это все беспалево, ребята Только надо все собрать для начала, конечно же Так, вот здесь сейчас Одни мины будут По-моему, насколько я помню Давно уже играл на самом деле Когда у меня еще была PlayStation 3 В ремастеринг И вот сейчас Особо-то я не помню Как вы все прекрасно помните А может быть и нет Я уничтожил вертолет на базе Поэтому теперь здесь Летают вот такие вот Я не знаю, как их назвать Джетпаки Назовем их так, да? Хотя это, конечно, не джетпаки Так, змейка Фрукты И дэмец Вот дают они Эти фрукты очень вкусные Здесь, по идее, лежит Детектор мин Но я его забрал еще на базе Кто-то там уже подорвался Скорее всего, моя пища Да, нифига Суть какой там всякой сране Это как так? Что-то пирас такое вижу Может, это типа бонус За то, что я вернулся в игру Через две недели Это летучие мышки сгорели АК-47 Патроны М19 Патроны И МК-22 Еще 16 патронов Самое обидное, по-моему, у меня здесь нет У меня есть еще даже один запасной Глушитель для этого пистолета И это меня не может не радовать Потому что штука мне сейчас очень пригодится Главное сейчас под джетпаком не стрелять, ребят Потому что Как только я начну это делать Они начнут падать и взрываться Тем самым я буду привлекать ненужное внимание Я только что взял гриб, который восстанавливает батарейки Каким-то чудом Когда его съедаешь Ну там это все опять же объясняется Потому что металлогири вообще, по-моему, объяснено Все, как это работает Так что здесь нечем удивляться Тихонечко ты, главное, не упади мне тут И здесь мин нету По-моему, нет Ладно, теперь достаточно сложный участок будет Давайте стараться его пройти незамеченными Понизу я Вон те самые джетпаки И мне нужно переодеться в срочном порядке По идее, вода должна работать лучше, да Так вот, конечно, немножко игра притормаживает Это количество элементов на экране Очень много их Так, вот это все понятно Естественно, тоже больше нельзя, к сожалению Придется как-то обходиться тем, что имеем Так, надо похавать, короче, ребят, для начала Потому что мне нужно, чтобы больше кислорода Пускай съедим Посмотрим, что из этого получится Ужасно, говорит Снэйк Да не боись тебя, не будет Давай тогда заедим Ложный манго Тут еще что-то странное название У фруктов там есть, допустим, яблоко, молоко, например Ну, короче, с твоего юра у ребят там все в порядке Давай, давай, давай Я не должен запалиться, я не должен запалиться И никого там нет, никого там нет Там рыбка, просто большая рыбка Большая американская рыбка плывет по пруду В чем твоя проблема? Я просто рыбка Больк-больк Так, заканчивается здоровье Давай-давай-давай-давай Есть! Получилось Очень напряженный момент был Проплыл, конечно, как бог Просто рыбка 80-го уровня 300-килограммовая рыбка, забыл сказать Так, нужно его высыпить Ага, усыпь Стоять, стоять, стоять Ты взял не то оружие Вот здесь все плохо Я уж еще и переживал, ребят Потому что здесь заканчивается глушитель Так, есть Сейчас кто-то вызовет подмогу У меня такое чувство И у меня все закончится печально Высуню голову Нет Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Так, хорошо Все, он не вызвал подмогу Он просто сказал, что, короче, типа Здесь какой-то Нехороший человек Американский ходит Да, все, отлично Я думал, что сейчас он вызовет подмогу И все закончится печально А я вспомнил, что я же на базе Ребята уничтожил Все запасы Их Теперь они не могут Подмогу То есть, короче, смотрите Как попадается база Здесь можно уничтожить продовольствие И Боеприпасы Тем самым Что получится Получится следующее Это что Не смогут не вызвать подмогу Потом будут менее внимательны Потому что захотят жрать СВД Ура Граната И Взрывчатка Вот это как раз таки Мне сейчас нужно будет Ребята взорвать Мне нужно для этого Будет ТНТ Только нужно сейчас Будет всех отточить Отсюда Потому что я же Никого не убиваю Я надеюсь Ты не умер Нет, ты не умер Ты по идее Не должен умер Но я боюсь за тебя, чувак Вот честно Давай Ты все-таки русский Русский сейчас проходит эту игру Поэтому я не могу бросить Хоть и злодея Но все-таки Человека Из России Вот так вот лежать Рядом с рыбами Поехали Отлично Теперь у них не будет Патронов Точнее вооружение Чтобы вызвать Подмогу Кстати Сейчас будет Такой момент После катсцены Которая здесь пройдет Можно будет Убить Как раз таки Зе энда Именно там Это такой босс Вот Чтобы потом С ним не участвовать В дуэли Но я хочу Поучаствовать В дуэли Пускай это будет Такая длинная Крутая Когда мы будем Друг друга искать Потому что она Реально Она очень суперская Понятное дело Что где-то Возможно Я там ее порежу Потому что Часа 2-3 Смотреть на это Невозможно В принципе Но блин Я получаю От этого кайф Когда у нас Такие Затяжные С ним Перестрелки Проходят Продолжение следует... Убери от меня Свои руки Я никуда не пойду Опять за свое Сколько я должен Повторять тебя Таня Чем больше Ты сопротивляешься Тем больше Страдает Твоя возлюбленная Это ясно? Волгин Черт Купи Дери Купи Стой на месте Предатель Посмотрим Насколько ты удачлив Слышите внимательно В одном из револьверов Одна единственная пуля Я собираюсь Нажать на курок Шесть раз подряд Ты готова? Ты готова? Дери Купи Дери Убери Купи 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 похоже твоя удача еще не отвернулась от тебя на поле боя нет понятия удача теперь тебе лучше держаться подальше от него кобры позаботиться о нем разобрались уже с этим псом из цару пейн мертв что и мебель он может еще и пацан и он определенно один из своих я боюсь что хрущев приложил к этому руку мы не можем терять время ты должна устранить его перед заключительным испытанием не волнуйся они займутся этим я оставляю его на тебя фир и 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 Куабара! Куабара! Сороу, это ты? Сороу, это ты? Вот тот самый Зиэнд. Его можно прямо сейчас достать снайперскую винтовку Драгонова, и застрелить его прямо вот отсюда, и тогда этого босса не будет вообще в игре. Это небольшая пасхалка для тех, кто не знал. И вообще прямо сейчас нам нужно попасть вот туда. Что самое хреновое, я не помню, сколько здесь солдат. Ну и мне, конечно же, позвонили в самый неподходящий момент. Так, я вижу здесь... Так, тормоза я вижу. Игра жутко тормозит. Можно пройти этот момент. Так, одного я вижу, я думаю, мне на одного хватит. Если что, одного в рукопашку положу. Только нужно быть очень-очень точным. Третий. Нет, 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 нет. Не иди туда, я тебя прошу. По-братски. Повыше. Сейчас он пройдет, и я стреляю. Да. Я просто мастер. Я снайпер. Все. У меня еще есть даже один выстрел из глушителя, который может мне пригодиться. А он мне пригодится. В итоге, я вам обещаю, ребята. Не мешало бы, конечно, найти у кого-нибудь. Ну, конечно же, у тебя только гранаты. Дымовые, они мне вообще не нужны. Нормально. Так. У тебя что есть? Патроны на МК-22. Ну, хоть что-то хорошее. Опять дымовые гранаты. Так. Ну, что ж, ребята. Сейчас мы попрощаемся с вами. Я говорил, что серия будет короткая. Я сразу предупреждал. Так что, в общем, сейчас подождите. Сейчас перейдем на следующую локацию. Ну, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вы поняли, что я сказал вам в самом начале. Вы будете активными и поддерживать это прохождение. Не забывайте ставить большие пальцы вверх и комментарии. Комментировать. Так что подписываться на канал. Подписываться на Google Plus и Twitter. Там вся информация касательно канала. А также, не забывайте, что там следить. Подписываться на Twitch. Там скоро придут трансляции. На дополнительный канал. Там укладываются трансляции. Еще много еще будет выкладываться в свое время. Так что, чтобы не пропустить ничего. И, в общем, все. Соблюдайте правила поведения, как там написано в описании к этому видео. На сегодня хватит, ребят. Давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Снэйк, ты видел фильм «Последняя война»? Нет, даже не слышал. Это японский фильм, в котором показывают, как настал конец света из-за ядерной войны. Напряжение между Востоком и Западом достигло пиковой точки. И прежде чем кто-либо успел остановить это, они запустили бежконтинентальные ядерные ракеты. Человечество было стерто с лица земли войной, которую никто не хотел. Кино рассказывает историю глазами обычных людей. Их обычная жизнь была разрушена ужасной силой войны, к которой они не имели никакого отношения. Все боятся следующей большой войны. Но обычный человек не так много может сделать. Именно поэтому люди, которые могут ее остановить, должны это сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова